Я наконец-то дошла до своего хостела во Львове. Это, конечно, было просто путешествие, полное приключений, но у Львов просто замечательно. Сейчас идет снег, очень красиво, я очень рада, что просто такая замечательная погода. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы приехали во Львов и, наконец-то, мы сделали это. Мы вышли на самую высокую точку Львова, с которой открывается просто такой вид монорамный. И вверху еще есть флаг Украины. Это абсолютно бесплатно, вы просто поднимаетесь вверх. Я оставлю координаты внизу, и это абсолютно того и стоит. Это то, ради чего мы приехали во Львов. И эта поездка продала себя на сайте. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вы видите что я почти уже умираю потому что я не привыкла так много ходить, особенно вальпах как бы без шапки даже абсолютно нормально мне холодно, единственное что я вызван костюмер единственное что просто снег очень сильный погода не самая лучшая завтра пойдём кататься на лыжах будет очень круто но сегодня мы идём просто в горе To all those people who say that hiking will be cool Мы набрались до горы, и это заняло у нас полтора часа почти. На горе есть такой ресторан, он очень такой уютный, маленький, семейного типа. Его содержит муж с женой, и у них есть еще собака Бенни. И в принципе цены здесь очень средние, то есть я бы даже сказала умеренно, это не так дорого, как было в Гуиндебурге или как это в Вене, но это тоже не дешево. По сравнению с Литвой это просто небо и земля. Такой шницель, я взяла себе шницель, здесь ягоды и фарк, и это, по-моему, было 3,20 евро. И плюс вода, я не помню, сколько она стоит, посмотрим в конце. Насколько я помню, здесь нужно платить только наличкой, я оставлю ссылку в описании. И где-то сюда переходите, потому что, да, дорога сложная, особенно если погода плохая, как сегодня. Но если погода проще, это абсолютно стоит того, и это место просто замечательное. И оно вот в старом, таком австрийском стиле. И здесь можно попробовать штрудель, можно шницель съесть. Или есть, получается, супска, нагглз. Но здесь еще есть гуляш, такой, как, допустим, на Западной Украине делают, или в Австрии. То есть есть и знакомые блюда, есть и типичная австрийская кухня. И после этого мы поедем в город, и мне нужно будет делать домашнее задание. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА